Всем привет! Вы смотрите и слушаете Спортивный. Сегодня самые свежие подробности про Леонеля Месси. Я расскажу, что пишут о нем ведущие издания, расскажу про его очередную золотую бутсу, но есть еще информация и поважнее про его новый контракт, а также расскажу, кого сам футболист считает фаворитом Лиги Чемпионов. Ну что ж, анонс сделан, поехали! Начну с того, что аргентинцу вручили золотую бутсу. Она вручается лучшему Галеодору прошлого сезона. То есть здесь все по-честному и открыто. Никакого голосования. Забил больше всех мячей, получил золотую бутсу. То есть Месси еще заранее знал, что ее получит. На вашем экране список последних ее обладателей. Как мы видим, Месси за прошлый сезон в Ла Лиге забил 37 голов, а последний раз он получал золотую бутсу в 2013. Но здесь есть одна маленькая хитрость. Я специально показал внизу Марио Жартелла и Хенрика Ларсона, которые также становились обладателями золотых бутс. Так вот, их забитые за сезон голы умножаются на коэффициент полтора. А вот если бы они играли тогда в топ чемпионатах, то их забитые голы умножались на коэффициент 2. Вот такая несправедливость. Было бы разумно, по моему мнению, вручать золотую бутсу именно за количество голов. Но правила устанавливаю не я. Таким образом, у Месси стало 74 балла. Чтобы получить эти 74 очка, Кокорину или Смолову нужно забить по 111 голов в чемпионате. Но я нисколько не преуменьшаю достижения Месси. Сама же церемония награждения прошла в пятницу 24 ноября. Пусть все было не так пышно, как на церемонии лучшего игрока года, но тем не менее, для футболиста всегда приятно, когда его оценивают. А вручил ему эту бутсу прошлогодний ее обладатель, его одноклубник Луис Суарес. Сам же Месси сказал, что это никакой не индивидуальный приз, а заслуга всей команды. Также Лионель отвечал на вопросы о будущем чемпионате мира, Лиге чемпионов и о взаимоотношениях с Роналду. На что аргентинец сказал, что с португальцем они хорошие знакомые, хотя ранее Роналду сказал, что они могли бы или могут в будущем стать хорошими друзьями. Видимо, этим и был вызван вопрос журналистов, которые хотели узнать мнение Месси по этому поводу и о будущем чемпионате мира. Футболиста впечатлил стадион Лужники, где он играл со своей сборной не так давно, в ноябре месяце. Но игрок не может себе представить чемпионат мира без итальянской команды. Однако, цитирую, итальянский футбол уже не тот, сказал Месси. Что же он имел в виду? Такие клубы, как Милан и Интер, не блистают на европейской арене, а ведь это гранды итальянского футбола на секундочку. Но, быть может, они услышат слова Месси и справятся, и мы их увидим в следующем сезоне Лиги чемпионов. Также он разочарован не выходом на чемпионат мира и нидерландской команды, хотя сама сборная Аргентины могла также пропустить Мундиаль. Но это вы и так знаете. И вот так плавно мы подошли к предпоследней информации про Лигу чемпионов. Ленель Месси имеет свое мнение насчет фаворитов этого сезона. Так вот, моя Барса, конечно же, будет бороться за кубок, однако ПСЖ и Ман-Сити лучшие в этом сезоне. Эти клубы уже сейчас показали себя фаворитами. Команды, напомню, выиграли на данный момент 5 туров из 5. Также он отметил и Реал, и Баварию, которые каждый год участвуют в плей-офф. Но Ман-Сити и ПСЖ лучшие на сегодня, подчеркнул форвард синегранатовых. И сегодня, 25 ноября, Месси подписал новый контракт с Барсой, который рассчитан до конца сезона 2020-2021 года. Вот на официальной странице даже прилагается фотография. Под ней множество лайков и комментариев, а сумма отступных 700 миллионов евро. Знаете, я считаю, что он создан именно для этого клуба. Футболки голубого цвета я не могу его даже представить. Это не его команда. Есть игроки, которые мечутся и не могут найти себе свой клуб. Но Месси играет на своей позиции в своей команде, с чем его и поздравляю. И запомните, когда вы ставите лайки, вы присоединяйтесь к большому в будущем проекту. Также подписывайтесь на Спортивный, если не подписаны. И спасибо за просмотр. Также узнаете, о чем сказал Роналду перед будущей церемонией вручения золотого мяча. Пока!